вот идея проекта возникла на самом деле очень давно я очень давно в принципе хотел рассказать людям про ту эпоху и напомнить тем кто тогда это пережил и рассказать тем кто про это вообще не знал да то есть как бы что же собственно самом деле происходило тем более мне не нравится сейчас пози возникла тенденция очень нехорошая романтизации того времени я как человек непосредственно бывший свидетелем и участником событий но со стороны не криминал естественно страдавшие от него стороны на то есть как бы прекрасно помню что никакой романтизации героики в этом не было ничего романтичного в этом не было людей на улице убивали собственно и об этом надо говорить и надо говорить о том что это было очень жестокое очень сложное для нас время время сильно повлиявшие на самом деле на нас и в дальнейшем и до сих пор аукающиеся нам да я рассказываю эту историю виде на самом деле семейной драмы эта семейная драма двух ребят подростков а и она разворачивается в двух временных линиях 87 94 год 87 это конец советского союза это конец одной страны одной эпохи одной идеологии 94 начал другой страны и другой идеологии другой эпохи совершенно да и вот и оба времени были очень жестокими на самом деле да понятное дело что мы пережили совсем страх и ужас в конца восьмидесятых да и 90 нам не так сильно аукнулись после того что мы уже знали как бывает хуже вот и поэтому 94 вот 87 год если говорить о примерах как это может быть то это мы референсом например брали во все тяжкие как прекрасный добрый милый учитель химии волтер уайт превратился в хайзенберга в жестокого наркодилер и убийцу примерно то же самое тоже деградация личности деградация очень милого где-то даже симпатичного подростка сергея главный герой на зовут сергей деградация его вот в уличного озверевшего бандита и вот и по сюжету у нас в основе конфликт двух братьев сергея олега сначала они друг за друга они горой друг за друга старший вот сергей он прям за младшего за олега олег он более такой чувствительный более ранимый он художник он очень хорошо рисует да и но у них семейные черта они оба сильно вспыльчивые агрессивные ну вот к сожалению их матилка галичка вот на самом деле собственно я почерпнул это из реальной жизни одни соседи моих такие были вот и соответственно то есть как бы деградация сергея идет и в результате сергей олег это калечит вот именно вот линии 87 года и он виноват в травме брата и в девяносто четвертом году когда он выходит из тюрьмы он возвращается в дом к отцу отец ухаживает за младшим сыном тот уже инвалид и общается с миром только рисунками он потерял возможность вербального общения и происходит вот это обратное сближение братьев отказ старшего от криминала отход от криминальной жизни поиск искупления пусть себя в этой новой жизни да и соответственно то есть как бы вот это вот поиск этого прощения он тем более не считает себя истинно виноватым в трагедии в этой да и собственно проводит свое расследование кто же на самом деле в этом виноват в общем такая детективно-драматическая такая вот у нас составляющие вот 22 таких временных отрезков я понимаю что очень близко воспримут эту тему те кто тогда это пережил это вот поколение от нынешних нынешних 30-летних 28-28 где-то до поколения 45-47 вот так вот вот эти вот 20 лет вот эти вот два поколения вот этих до которые очень хорошо нарвались тогда на этот криминал и очень хорошо кто-то пострадал от него кто-то может быть участвовал в нем кто-то там был жертвой или кто-то там активным группировщиком они очень хорошо поймут эту тему и на самом деле они очень близкие принимать когда рассказываю они говорят им да 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 интересно да это да то каким-то историями начинают делиться потому что на самом деле сейчас для продвижения этого проекта мы будем создавать отдельно страницу может быть скорее всего это будет фейсбук и вконтакте социальные сети скорее всего буду где мы будем просить делиться людей с 100 историями из собственно того своего самого прошлого до полная и достоверная информация о республике татарстан информационное агентство татар информ